Бахрейн принял второй подряд гран-при Формулы-1. На сей раз обошлось без устрашающих аварий, хотя сам уикенд оказался чрезвычайно любопытным. Как минимум потому, что непобедимый Льюис Хэмилтон не вышел на старт из-за положительного теста на ковид. В итоге за рулем чемпионской машины оказался 22-летний Джордж Рассел, на замену которому Уильямс пригласил Джека Эйткина из Формулы-2. И Рассел блестяще завоевал второе место в квалификации. В самой гонке единственной заварушкой было столкновение Шарля Леклера и Серхио Переса, из-за которого Макс Ферстаппен, избегая аварии, вылетел на гравий. А еще дебютант Эйткин на 61-м круге эффектно потерял носовой обтекатель. Мерседес, пользуясь ситуацией, организовал двойной пит-стоп. И это было фиаско. Механики по ошибке поставили шины Боттаса Расселу, и Валтери поехал дальше на старых, а Расселу пришлось заезжать на пит-стоп еще раз. В итоге Мерседес лишился победного дубля, и Джордж Рассел вместо сенсационного первого финишировал на 9-м месте. В итоге свою первую победу заслужил Серхио Перес, прорвавшийся через весь пелетон. Эстебан Окон финишировал вторым, впервые поднявшись на подиум. Ален Строл закончил гонку третьим. Наш Даниил Квят оказался на седьмом месте. Королевские гонки ждет финальный старт, а вот младшая Формула 2 сезон закрыла. Финишную черту субботней гонки третьим пересек Никита Мазепин, а пятым Роберт Шварцман. Однако после взмаха клетчатого флага в отношении Мазепина стюарды инициировали сразу четыре разбора полетов. В двух ситуациях будущего пилота Формулы 1 признали виновным, так что Никита переместился на девятую строчку. В воскресной гонке Мазепин финишировал девятым, что отбросило его на пятую позицию общего зачета. Шварцман приехал пятым, но этого оказалось недостаточно для бронзы. Впрочем, четвертое место в дебютном сезоне – это шикарный результат, с которым мы от всей души поздравляем Роберта. Между тем, первая тройка по итогам чемпионата выглядит так – Мик Шумахер, Кэлам Айлат и Юки Цунода. В следующем году Шумахер и Мазепин переходят в команду Хаас Формулы 1. Юки Цунода, вероятно, займет место квята в Альфа-Тауре. А Шварцману предстоит еще один год в Формуле 2.